Девушки отдыхают Вы смотрите телевизионный проект «Большие города». Наша команда преодолела тысячи километров, побывала на крупнейших заводах и фабриках страны, в уникальных музеях и мастерских ремесленников. Все, что производится, создается и творится казахстанцами, не остается без внимания нашей съемочной группы. Приглашаем и вас в наше увлекательное путешествие по городам, которые вне зависимости от размерного признака большие. Международная выставка «Экспо-2017» в самом разгаре. Один за другим открываются павильоны разных стран-участниц. Тысячи людей, приехавшие к нам со всего мира, не только посещают выставочные павильоны, но и знакомятся с нашей молодой столицей. А о том, как это сделать в кратчайшие сроки, мы расскажем вам в этом выпуске. В прошлый раз мы с вами посетили уникальный национально-культурный комплекс «Этноаул», где за один день любой желающий может совершенно бесплатно познакомиться с нашей богатой историей, культурой, искусством и традициями. А сегодня мы прокатимся по городу и увидим все самые значимые достопримечательности Астаны. В развивающихся странах мира одним из самых популярных туристических маршрутов считаются экскурсионные двухэтажные автобусы и Астана не исключение. В честь «Экспо» были запущены эти красавцы. Давайте на них прокатимся и узнаем, какой же у них маршрут. Говорят, что протяженность более 20 километров. Здравствуйте, можно, пожалуйста, билетик? На сегодняшний день три автобуса ежедневно с утра до вечера курсируют по двум маршрутам, которые объезжают все самые известные достопримечательности нашей столицы. Второй маршрут новый и более популярный. Он был запущен буквально на днях для туристов, приехавших в Астану на специализированную международную выставку «Экспо-2017». Автобусы, оснащенные современной аудиосистемой, говорят на четырех языках. Казахском, русском, английском и даже китайском. Наушники все индивидуальные, можно их забрать с собой. Интервал между автобусами составляет от 50 до 30 минут. Здесь можно услышать очень много интересного об истории города Астаны и Казахстане в целом. Этот проект был запущен примерно около года назад. При активной поддержке Астана Конвеншн Бюро при Акимате и направлен на развитие туристического потенциала города Астаны в преддверии выставки «Экспо». Нам стало интересно, сколько же человек уже прокатились на этих автобусах. По количеству людей, могу сказать, что проект наш привлекает очень много туристов из стран СНГ, из стран дальнего зарубежья. Вот только за первые семь дней июня мы перевезли более 500 туристов. Можете себе представить, каков объем перевезенных туристов за прошедший год. В автобусе мы побеседовали с гостями из Индии, которые представляют в одном из павильонов выставки «Экспо-2017» свои традиционные украшения и одежду. Тан Винджиан очень впечатлена нашей молодой современной столицей и гостеприимством людей. Говорит, что обязательно посетит наш город и еще не раз. В этом же экскурсионном автобусе были и гости из ближнего зарубежья. Лариса Анухина приехала в Астану из Новосибирска по работе на выставку «Экспо-2017». Она представляет инновации Сибирского федерального округа. Город очень красивый, современный, великолепная архитектура и очень-очень чистый. Мы обязательно сюда вернемся, так как будет очень мало времени. Поэтому мы решили за сегодня как можно больше посмотреть достопримечательности. Высоко сижу, далеко гляжу. Именно так говорила героиня одной детской сказки. Почему-то катаясь на этом двухэтажном экскурсионном автобусе, мне на ум приходят именно эти стройки. Действительно, вид просто великолепный. Маршрут по левому берегу пролегает через реку Есиль и по центральным улицам, где вашему взору с высоты птичьего полета открывается потрясающий вид на современную архитектуру административного центра и другие красоты столицы. Если вам что-то приглянулось и вы хотите потратить чуть больше времени на изучение той или иной достопримечательности в Астане, вы можете сойти с автобуса, прогуляться немного, а потом сесть на следующий экскурсионный автобус. Если туристу что-то непонятно, любой вопрос он может адресовать как водителю, так и стюарду, который встречает гостей, обелечивает их, раздает карты и пледы, инструктирует по технике безопасности и сообщает о том, сколько будет стоять автобус на той или иной остановке. Ну, работаю я здесь относительно недавно, около месяца. Приходят к нам люди разной расы, разной национальности со всех стран. Вот на прошлой неделе приходили арабы, турки, немцы. С ними очень здорово общаться, они все доброжелательные, очень вежливые, всегда внимательные. Когда их что-то непонятно, они сразу всегда все спрашивают. На этом наша автобусная экскурсия не закончилась. Мы отправились к монументу Байтирек, где нас ждал настоящий сюрприз – подаренный городу Кэкспо. Новые бесплатные экскурсионные электроавтобусы отечественного производства появились на улицах Астаны. Такой подарок городу сделали Самрук Казына, Парасат и Алматинский завод, который призван стать пионером в развитии экологически чистого общественного транспорта в нашей стране. День добрый. Вот так вот выглядит наш автобус. Это первый казахстанский автобус. Мало того, это первый электроавтобус, который серийный, который прошел сертификат в СНГ. На сегодняшний день это самое идеальное решение, самое оптимальное решение. Здесь в принципе воплощены очень многие технологии, которых нет нигде в мире. Ну и плюс к тому, это под городом Алматой, в Алматинской области собирается вот этот чудо-автобус. Пока сборка таких автобусов составляет лишь 40% казахстанского производства. До конца года такие автобусы будут полностью собираться в Казахстане за исключением батарейки. На сегодняшний день мы с Назарбаевым университетом и наш политех ведут переговоры, чтобы и технологии получить, и свою разработать. И если мы это сделаем, а мы это сделаем в ближайшие два года, то это уже полностью казахстанский автобус. Ох, как удобно! Сиденья регулируются под водителем. Ну, обычно мы путешествуем на собственных автомобилях, но как же не воспользоваться такой возможностью и не прокатиться на новом электроавтобусе. Начнем? Его особенности в уникальных технических параметрах. Например, запас хода этого экологически чистого транспорта 70 километров, что позволяет сделать три полных маршрута без всяких проблем. Слышите? А ведь он работает. Вот такой он бесшумный. Начнем. Ставим «Д», снимаем с ручника. Ну и поехали. Нам посчастливилось поговорить и с начальником сервисной службы, который как раз приехал на плановую проверку электроавтобусов. Если у него произойдет поломка, естественно, он полностью блокируется, останавливается на месте, и дальше он двигаться не будет до приезда техников. Эти зеленые красавцы привлекают внимание людей, которые с большим интересом расспрашивают у водителя о производстве и о маршруте этих высокотехнологичных автобусов. Этот автобус нам очень понравился. Оказывается, это первый электроавтобус, который был произведен в Казахстане. Астана и Казахстан действительно развиваются. Эти автобусы были запущены для всех гостей экспо, и они совершенно бесплатны. Приходите, посмотрите, прокатитесь. Нам очень понравилось. Эти автобусы еще и самые низкопольные в мире, что очень удобно для входа и выхода людей с ограниченными возможностями, для детей и пожилых людей, а также для мам с колясками. Есть видеокамера в салоне и камера заднего вида, но и другие плюсы. Какой же комфортный этот электроавтобус! Здесь все продумано для людей. Во-первых, здесь прохладно, потому что работает система кондиционирования. Есть телевизор и даже мусорное ведро на тот случай, если у вас есть какой-то мусор с собой. Ну и, конечно же, он ходит по знаменитым маршрутам. Главным достопримечательностям Астаны – это Байтирек, Зеленый квартал, Этнаул, ну и, конечно же, территория экспо. Вот она, энергия будущего. Экологически чистый общественный транспорт, созданный в нашей стране и нашими инженерами, это не только повод для гордости, но и экономически выгодное и рациональное решение в борьбе за экологию. Это была программа «Большие города». Увидимся с вами на следующей неделе.